Всем здорова! Сегодня у нас будет небольшой предновогодний видос. Как раз перед впадением в новогоднюю спячку, кратко коснусь темы горизонтального наведения или сокращенно УГН или поле обстрела. Ну, разумеется, применительно к артиллерии времен Первой мировой. В общем, в чем тут суть? Когда-то, в былые времена, в веке 18-19, наводка артиллерийского орудия осуществлялась предельно простым и примитивным образом. Расчет сам, своими силами, разворачивал орудие в нужную сторону, таким образом наводя орудие на желаемую цель. При этом цель, разумеется, была отчетливо видна и на прямой наводке, так что можно было особо не изощряться. Но ближе к Первой мировой и далее в годы самой войны артиллерия сделала большой рывок в своем технологическом развитии, ну, по многим направлениям. И в процессе этого рывка конструктивная сложность, вес и размеры артиллерийских орудий значительно возросли. И тут выяснилось, что перемещать такие орудия вручную не так-то легко. Даже те же 75-мм легкие пылевые пушки. Ну а уж, что потяжелее, так и вообще без вариантов. В то же время мы еще и помним, что в первые месяцы войны артиллерия быстро перешла на ведение огня с закрытых позиций и на максимально возможной дистанции. Ну, ведь важно же было поразить оборону на максимально возможную глубину. И в этот момент обе эти особенности наложились друг на друга и породили проблему. Как перенести огонь артиллерийского орудия с одной цели на другую. Это можно проследить по этой простой схеме. Допустим, батарея направлена на цель номер 1 и номер 2 и выполняет свои огневые задачи в этом направлении. Пока что все хорошо. Но, если перед батареей ставится задача поразить цель номер 3, расположенную в стране, то здесь возникают проблемы. Потому что теперь вручную развернуть орудие практически нереально. За исключением, повторюсь, самых легких. А как-то разворачивать все-таки надо было, потому что те самые углы горизонтальной наводки у орудий начала первой мировой войны составляли очень малую величину. В среднем 6-7 градусов, в пределах которых и была возможна наводка, когда не требовалось физически разворачивать орудие в сторону цели. Думаю, очевидно, что этих градусов было довольно мало и надо было поднимать градус. Кроме того, я не просто так сказал про стрельбу с закрытых позиций. Проблема разворота орудия на нужную цель обострялась с ростом дальности стрельбы. Ведь чем больше расстояние, на которое артиллерийское орудие может закинуть снаряд, тем большее количество потенциальных целей оказывается в зоне достигаемости такого орудия. В том числе целей, расположенных вдоль фронта на крайних флангах слева и справа. А значит и больше вероятность, что нужно будет снова разворачивать орудие в нужную сторону, потом в другую, ну и так далее по вновь открывшимся целям. А тут есть зависимость, ведь самая большая дальность стрельбы у самых больших и тяжелых орудий, которым при таком раскладе приходится вертеться в разные стороны особенно часто. Ну и наконец, не забудем, что та же самая проблема вылезла и на несколько уровней выше, на уровне нескольких батарей, дивизионов и артиллерийских полков. Исходя из тактических соображений, перед артиллеристами всегда вылезала одна извечная проблема. Нужно было сделать так, чтобы в ходе боевых действий, в конкретных боях, в конкретной точке участвовало как можно большее число артиллерийских батарей и дивизионов, способных быстро переносить огонь с одной цели на другую и при этом по возможности вне зависимости от того, где расположены эти батареи. Но вот в том-то и дело, что эта установка резко шла вразрез с тем требованием, что артиллерию тоже нужно было рассредотачивать по фронту и в глубину, примерно так же как и пехоту, а иначе в случае начала контрбатарейной борьбы можно было быстро слить эту самую борьбу. Проблема, как снизить потери в артиллерии и при этом сохранить огневую мощь, то есть вылезла уже известная нам двойственность, о которой рассказывалось в ролике про пулеметы, и тут мы в очередной раз понимаем, почему дальность стрельбы и вместе с ней поле обстрела, углы горизонтальной наводки были так важны для артиллерии. И собственно именно по этим соображениям в артиллерийских орудиях и стали придумывать соответствующие технические приблуды, и в частности была придумана система лафета с двумя раздвижными станинами, которая получит широкое применение в артиллерии, и я думаю у многих главах очень хорошо отпечатался образ подобного артиллерийского орудия с двумя станинами из кадров какого-нибудь военного фильма, художественного или документального, и подобная система как раз и обеспечивала орудию поле обстрела не в 6 градусов, а в 30-40 и вплоть до 60-80 градусов. Конечно лафет с раздвижными станинами усложнял конструкцию и увеличивал вес орудия, но преимущество в виде быстрой наводки в горизонтальной плоскости это преимущество было важнее по уже озвученным вышесоображениям, и в этот момент также обретали смысл и механизмы наведения орудия, подъемный для наведения в вертикальной плоскости и поворотные для наведения в горизонтальной плоскости, те самые вентили, которые надо крутить в ту или в иную сторону. Теперь когда углы горизонтальной и вертикальной наводки у орудий значительно возросли, в этих механизмах и появился смысл. Помимо этого существовали также варианты обеспечить поле обстрела и в 360 градусов, главным образом с помощью специальной лафет-платформы, и такие будут в первую очередь востребованы в зенитной артиллерии, и самое первое, что тут может прийти в голову, это 88-мм немецкие зенитки, ну по совместительству активно применявшиеся в качестве противотанковой артиллерии уже в годы Второй мировой войны. Но у таких лафет-платформ вес будет еще больше, что в свою очередь пойдет уже в ущерб подвижности артиллерийских орудий, ну где они будут использоваться, потому эти две системы будут существовать параллельно в разных артиллерийских системах, и они будут востребованы там, где будут соответствующие приоритеты, где-то подвижность, а где-то способность вести круговой обстрел. В общем, технически тут были варианты, и их было достаточно много, но главное, о чем я сейчас говорю, что все это появилось потому, что возникла отчетливая тактическая необходимость. И потому, если вы в какой-нибудь книге или на этикетке в музее увидите табличку с характеристиками, то помимо калибра орудия, веса орудия и веса снаряда, что оно выпускало, нужно обращать внимание и на те самые углы наводки орудия, если, конечно, они там будут обозначены. И, к слову говоря, точно так же требовалось увеличивать и углы вертикальной наводки, из-за необходимости вести огонь на большие расстояния. Это была, кстати, одна из проблем легкой полевой артиллерии в начале войны. И тем же французам, чтобы вести огонь из своей 75-мм пушки, приходилось делать специальный подкоп под орудием, чтобы, говоря простым языком, было проще задрать орудийный ствол. Ну, до тех пор, пока, наконец, эта проблема не была решена технически. Впрочем, если вы большой любитель картошки или тундры, то вы знаете, почему важны хорошие углы наводки орудий. Ну, хотя это, конечно, аналогия так себе. Ну, а под конец, в общем, с Новым Годом, товарищи! Сдается мне, что в Новом Году мы еще долго будем возиться в траншеях, уж до лета это точно. Впрочем, первый ролик Нового Года не будет связан с Первой Мировой Войной. А пока пишите мысли в комментариях, репостите видос везде, где только можно и не можно, включайте колокольчик и так далее, и тому подобное. И, в общем, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok